Очень часто клиенты нашего магазина спрашивают, делаем ли мы гидроизоляцию и не боятся ли продаваемые нами электроскутеры въезд в озера, моря, реки, а также в глубокие ямы с водой. Для полноценного ответа на этот вопрос мы сняли целое видео, где вы узнаете о степени гидроизоляции и ее преимуществах на примере электроскутера форм-фактора Ситикоку. После установки полноценной гидроизоляции и ваш байк сможет также ездить под водой, без каких-либо последствий для электрической чайтера. Электроскутеры форм-факторы Ситикоку, так же как бензиновые мопеды и мотоциклы, рассчитаны только на езду во время дождя, а также по неглубоким лужам. Очень часто мы слышим от клиентов, есть ли гидроизоляция отсека электроники. Нет, и делать ее мы не рекомендуем. Вода все равно со временем может попасть внутрь, а вот деваться ей будет некуда. Ваш короб заржавеет и сгниет внутри, а контакты изначально негерметичных разъемов будут окисляться. С завода не зря в коробе китайцы делают отверстия, через которые вода должна стекать. Нужно менять разъемы на герметичные. Такую процедуру с момента выхода этого видео мы начнем делать уже для каждого продаваемого нами байка. Для обычной эксплуатации этого уже будет достаточно. Если вы случайно утопили свой электроскутер, то мы советуем, даже если он продолжает ехать, обратиться в какой-то ближайший сервис-центр. Или как вариант полностью разберите мотор и аккумулятор, если у вас это получится, чтобы полностью извлечь воду. Для полноценных погружений в воду без последствий все пустое пространство контроллеров заливается компаундом. То же самое касается аккумуляторных батарей. В мотор-колесах меняются подшипники, сальники и также герметизируются все отверстия и лаком покрываются не только обмотки, но и железо и магниты двигателя. Аналогично герметизируется и все остальное навесное оборудование. Еще нужно увеличивать пиковую мощность, так как сопротивление воды и песка очень большое. Сейчас в этом скутере суммарно 7 кВт мощности и 400 А фазного тока. На каждую модель у нас возможно заказать такие услуги за дополнительную плату. Рама байка все же может ржаветь, но это не проблема, ведь она на видном месте и вы можете самостоятельно ее обработать. По вашему запросу мы можем изготовить вам раму с алюминия, либо покрасить по специальной технологии. Но такие услуги обойдутся очень дорого и все равно не гарантируют, что вы сможете без проблем ежедневно часами топить ваш байк в водоемах. Мы регулярно будем тестировать этот байк и периодически показывать его техническое состояние в наших следующих видео. Продолжение следует...